И мы продолжаем программу «Здесь и сейчас» в эфире «Секалон Дош». С вами Татьяна Арной и Михаил Зыгрев. Прежде чем мы вернёмся к нашей беседе, ещё одна новость. Владимир Чуров сегодня пошёл в бой. Глава Центра избиркома обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверить ролики о фальсификациях на думских выборах, которые наводнили интернет. Сам Чуров уверен, их снимали на конспиративных квартирах и требуют наказать заказчиков. По мнению Владимира Чурова, за производством этих роликов стоят антироссийские силы. Напомним, вчера о документальных свидетельствах нарушений во время голосования говорил и президент Дмитрий Медведев. И заявил, что не верит в подлинность этих кадров. 4 декабря по всему интернету разлетелось вот это видео. Как вам? Да, вот мы сейчас его как раз видим. На этом видео, на одном из избирательных участков, по случайным свидетелям заснял главу комиссии, который заполнял пустые бюллетени. И автором этого ролика оказался наш сегодняшний гость. Это Егор Дымов. О чем сегодня в фейсбуке написал его брат, бизнесмен Вадим Дымов. Егор, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Ну, расскажите нам вкратце историю этого ролика. Моя фамилия Дуда. Да, да, да. Да, Дуда моя фамилия. У нас брат там разная фамилия. Вот, потому что мама одна, папа разная. Ну, я 4-го числа, я решил, ну, точнее, решил я чуть раньше стать наблюдателем на выборах. Вот, а 4-го числа я пришел на избирательный участок. Вот, может, я скажу, что наблюдателем я решил стать. Мне было просто интересно, почему, каким образом голосуют люди, которые живут вокруг меня. Это было мое основное желание. Я хотел понять вообще, как голосуют люди. Какая явка. И ни из каналов, ни из телевизора, ни из интернета, ни от знакомых, ни от друзей, ни от друзей знакомых. А просто узнать самому. Это реальный шанс. Пойти, получить направление от любой партии. От любой. От какой хочешь. И поучаствовать, и посмотреть. А вы от какой партии? Я получил направление от Яблока. Вот. Нет. И пошел работать. Ну, работать даже слово такое, работать, оно не работа было. Заработал деньги, получает. Я, как и еще несколько человек, которые там оказались со мной. Один молодой парень, Михаил его звали, со мной на одном участке. Мы работали абсолютно... Мы работали для себя. Я это делал для себя. И вот это видео, которое снято там и выложено в интернет, и сейчас я расскажу, как, что. Я это сделал только для себя. Я не сделал для народа, ради народа. Это там многие... Или ради там тех, кто там себе выложил, переложил, перепостил на свои ресурсы в разных своих интересах. Подливая там в огонь, масло и там под разным соусом это все подавая. Причем не разобравшись вообще, что там происходит. Можно... Я... Сейчас, ну, там горячку просто начали порой. Расскажите для вас, чтобы выговорить. Да, расскажите. Я пришел на участок 21... Точнее, 22... 22... Вылетел из года. 25-0... Как вам район? 25-02. Кунсов. Мой участок, Кунсовский район. Вот. Утром я пришел, познакомился. Я перепутал участки. Я сначала зашел на первом. На первом этаже 25-01 располагается. Это вот где я спустился на который. А на втором этаже 25-02. Я сначала подошел, представился, что я избиратель, наблюдатель. И протянул свои документы, ну, этому... Председателю комиссии, вот, которого вы видите в кадрах. А потом мне говорит, вы ошиблись, вам наверх. Я говорю, хорошо, я понял. И пошел туда наверх, представился, все. И у нас начался день. Люди начали приходить, голосовать. Ну, были небольшие там вопросы. Члены комиссии там думали одно или другое. Мы с ними там, ну, спорили, разговаривали. То есть, короче говоря, где-то... Потом я отлучился на... Не отлучился с участка избирательного. Я пошел с членами избирательной комиссии, с переносными урнами. Мне это тоже было интересно. То есть, как там происходит все это дело. 30 человек проголосовало. Вернулся. И уже где-то... Я почему помню, что это было 2 часа? Потому что мы... Ну, не мы, а избирательная комиссия. Они заканчивали принимать звонки о заявках, да, о том, как можно... Чтобы можно было проголосовать вне помещения. Вот. И я сидел на скамейке и случайно увидел, там видно, что это внизу, видно этот стол, в котором сидит вот этот председатель комиссии. Я заметил, что он, ну, что-то делает там с документами, как-то так. Однообразные движения. Я присмотрелся сначала. Заметил, что это бюллетени избирательные. Вот. Видно мне было. Мне хорошо видно. Я был тогда не в очках, а в линзах. Вот. Все. Я инстинктивно, машинально. То есть, это... Это, как сказать... Это на автомате работа. Включили камеру? Не включил. Я ее достал из... Достал из рюкзака фотоаппарат. Вот такого размера фотоаппарат у меня был. Широкоугольным обивом. То есть, это все... Я написал модель, все, когда я писал заявление. Она, пожалуйста... Она будет, я думаю, переопрещена. Широкоугольный объектив. Без зумов. Без ничего. То есть, мне пришлось, вы видели, спускаться. Чтобы наехать там каким-то образом. То есть, у меня не было никаких желаний, никаких фальсификаций ловить и всего остального. Я даже... Нас, когда инструктировали в этом... Ну, рассказывали, как будут выборы проходить у Яблока. У Юрия с Яблока. Она говорила, ребята, скорее всего, в 80% из вас с этими нарушениями и не столкнется. То есть, не надо готовиться, как на последний бой туда. Идите и смотрите просто. Вот. И я точно так же спокойно шел. И тут вот такая история. Я в конце там, пожалуйста... Там самое главное, что там не видно, за какую партию он запал. А если вы присмотрите, там... У меня, во всяком случае, возникло ощущение, что там вообще в верхней части идет заполнение. На последних кадрах. А в верхней части там... А Единая Россия, про которую говорит уже... Она, по-моему, в нижней части. А в верхней части другие партии. И они за то, что там одни плохие, другие хорошие. Просто сейчас, получается, что не разобравшись, даже мои знакомые мне звонят, говорят, вот, там, там... Да ты посмотри внимательно, что там происходит. И не делайте горячих выводов. Вот, что я своим друзьям, знакомым говорю. Вот и все. Я просто сам раньше... Я учился в Суровском училище, работал следователем, там, один год. У меня это... Сработал автомат. Я как... Это поступок гражданский. Мне говорят, ты там герой, там, все. И я говорю, ребят, это нормальный человек должен так делать. Если ты мимо проходишь, видишь, что что-то ворует. Ну, ты же должен вмешаться. Какие эмоции вы испытываете, когда Владимир Чуров заявляет о том, что все это было снято на конспиративных квартирах? За американские деньги. Да, за американские деньги. Ну, я, если честно, ну, я могу про себя сказать. Я это снимал не на своей квартире, а конкретно на избирательном участке, там, ну, тут никаких сомнений быть и может. Я допускаю, я не, точнее, или не исключаю, на самом деле, вот два последних дня... Потому что все, кроме вас? Нет, не все, кроме меня. Не все, кроме меня. Два последних дня мне очень много пищи для размышлений дали. Обращения журналистов различных, там, с различных СМИ, всяких разных. Причем, ну, их немного было. Вы первые российские каналы, вообще российская СМИ, которая меня спросила о том, что происходит. Это происходило, точнее, там, на моем участке конкретно, и что я видел. Вот. До этого ко мне, там, обращались зарубежные ребята. Вот. Я посмотрел, там, их реакция, их желание увидеть, и под каким это светом все выставить. Очень много сейчас желающих нагреть на этом всем в руки. Я просто всех прошу рассуждать здраво. Что, не могли сниматься ролики на конспиративных квартирах? Могли. Не могли они фальсифицироваться? Да и ролики могли фальсифицироваться. Любые могли. Все, что угодно могло быть. Вот и все. Я лишь сделал то, что я сделал. Я снял. Я об этом подумал. Какие могут быть последствия для меня, там, для моих близких. Да, мой брат, там, он бизнесмен. Я тоже там делами занимаюсь. Стоит в Единой России? Да, он член в Единой России. Ну, а что тут такого? Я с людьми из Единой России тоже знаком с некоторыми. А самый близкий мой знакомый – это вот, пожалуйста, мой брат. Я с ним тоже знаком. И я знаю, что он против нарушений, против фальсификаций. И всегда мне, ну, как сказать, когда я еще пешком по стол ходил, он всегда мне об этом говорил. Вы будете настаивать на том, чтобы вашу жалобу, да, вы же подали официальную жалобу. Я не жалобу подал, я написал заявление. Да, ваше заявление, чтобы оно было рассмотрено до конца. Ну, то есть я имею в виду, что вы будете настаивать на том, чтобы все было по закону, и оно было рассмотрено конкретно ваше жалобу. Ну, как вы думаете, если я снял это все, увидел правонарушение, да, которое я мог не выкладывать, там, подумать, там, еще показать вам, там, из-под, или сказать, вот, на тебе, вырежи, где там мое лицо мелькнуло, и покажите, как это происходит. Тут вообще никакого смысла нет. Я просто считаю, что, не просто я считаю, а надеюсь, что это будет разбирательство. И сегодня мне радует, что я вчера слышал одно, там, от руководителей страны, сегодня слышу совершенно-совершенно, ну, не совершенно другое, но другие немножко заявления о том, что да, надо разобраться, да, почему. И я хочу сказать, ну, вот мое мнение, может быть, она эмоциональная позиция, просто сейчас многие хотят быстрых решений. Да, давайте отмени выбор. Как их отменить? Ну, сразу нет. Надо ждать время партиям, правильно, уважаемый Борис, говорит о том, что надо, сейчас время, не площадей, вот, что я считаю, если интересно, мое мнение. Сейчас время политиков, за которых люди отдали свои голоса, они им поверили, они в них поверили, в их памятные речи в ходе предвыборных дебатов, они сказали, ребята, идите за нас. Теперь вот их время договариваться. И наоборот, все сказать, ребята, сидите. А сейчас кто-то просто, я не хочу, самое главное, что сейчас на площади выходят ребята, похожие мне, молодые. Ложи чуть-чуть старше, это те люди, которым небезразлично, то есть, чувством обостренной справедливости, чувством совести, не заснувшей, не проданной. Да, кстати. В общем, вся история. И это люди, это часть из них настоящая страны, часть из них будущая страны. Это не спитые какие-то там люди, понимаете, не спившиеся, не скурившиеся, не снаркоманившиеся, у которых ясный взгляд. Просто большинство у них сейчас затуманено эмоциями. Просто надо сейчас просто почитать. Я вот читаю, что... Я хотел бы... Вы говорите, при какие площади сейчас? У нас на разные площади какой-то разный... Ну, я не знаю, я не знаю, кто куда пойдет. Я никуда идти не собираюсь, и всех своих знакомых от этого пытаюсь остановить и отговорить. А много знакомых хотя бы? Нет, не так много. У меня среди моих знакомых, слава богу, большее количество здравомыслящих людей. И всем рекомендуют, и в ленте в этой ЖЖ, или там Френдлин, в Фейсбуке, очень помогает не всех подряд добавлять. У меня сейчас очень много запросов за последние три дня поступило. Я... ну, надо читать здравомыслящих людей, вот и все. И понимать, и принимать решения. Очень многие не связаны ни с кем там, ни с нынешней властью, ни с будущей там какой-то, которая предполагаема. Вот я, например. Я не член партии никакой. Мы хотим присоединить к нашей беседе еще нашего третьего гостя. Это генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, а также сопредседателя общественного совета «Честный выбор» Дмитрий Арун. Добрый вечер. Вот мы так уже стихийно, хотя в общем-то собирались самые разные темы обсуждать. В общем, продолжаем который день обсуждать все то же самое, выборы, которые прошли в последнее, в минувшее воскресенье. Опять же, согласны ли вы с Егором? И что вы думаете, вот так уж вышло, мы обсуждаем слова Владимира Чурова о том, что конспиративные квартиры и все ролики фальшивы? Все. Ну, ролики эти надо проверять, безусловно. Скажем, проект «Карты нарушения», в чем была его главная проблема, почему к нему были вопросы? Потому что это была, так сказать, такая свалка. Люди туда анонимы... Мы сейчас не про проект «Карты нарушения». Не-не, я просто хочу, я аналогию хочу провести. Просто свалка, которая была в воскресенье и... Да, значит, слали туда самые разные сюжеты. Значит, то же самое здесь. Кто автор этих роликов, где они снимались, это все тщательно надо проверить. Я не сторонник того, чтобы делать однозначное заключение, что все они фальшивы. Их надо проверить в установленном законном порядке, в установленном законном сроке и вынести соответствующее решение. Орлова не было, когда я говорил. А я сказал следующее. А что касается митингов, вот, Егор о чем говорил, прекрасная стоит погода, прекрасная. Можно пойти в парк, понимаешь, в том числе в парк Горького, который столь замечательно, так сказать, переделан в интересах тех самых аудиторий, которые обсуждают... Нет, парк, это прекрасно, но с другой стороны, простите, сейчас, неужели нельзя приветствовать то, что впервые за долгое время гражданское общество проявляет не апатию, а именно высказывается за то, что выборы должны происходить честно? И, в общем, это единственный тезис, который выдвигают сейчас многие из тех людей, которые ходили на митинг на честных прудах. И во многих других акциях подобного рода меня пугает следующее. Здесь непонятна цель, непонятна выгода, которую хотят получить организаторы. Я поясню, что я имею в виду. Вот если бы эти акции организовали парламентские партии, их цель ясна. Они считают, что им недосчитали, а они считают, что нужно увеличить свое представительство в Думе. В чем формальная цель движения «Солидарность», которое выступает организатором митинга за честные выборы? Ну, кроме, так сказать, общих рассуждений о том, что выборы должны быть честными и честными. В чем их выгода формальная? Ну, знаете, мы... Этой выгоды нет, и поэтому вопрос о том, зачем они эти делают, он неизбежно встает у здравомыслящего человека, который верит не в абстракции, а в конкретный интерес. Можно реплику и скажу. Я два часа назад вот за этим столом разговаривал по телефону с Анастасией Удальцовой, которая представляет сейчас организаторов будущего митинга. И вот от имени Левого фронта и «Солидарности» вела сегодня переговоры с московскими властями. И мне вот то, что она говорила, показалось очень странным, потому что действительно, они подавали заявление на митинг на 300 человек. Кстати, когда это было? Это было задолго до выборов, недели за две, за три. Ну вот, они подали заявление на 300. То есть они были уверены, что фальсификации будут за две недели до выборов? Ну, их работа – вести какую-то уличную борьбу. Это интересно. Вот сейчас вы сами забавно очень, так сказать, комментируете. Их работа. Почему это их работа? Кому они обязаны выполнять такую работу? Дмитрий, борьбу вести. Пожалуйста, давайте вы меня... С кем борьбу вести? Дмитрий, дослушайте меня. Просто, окей, я совершенно не хочу выносить никаких оценок. Вы ее вынуждены, случайно вынесли. Я не хочу ни защищать, ни, наоборот, нападать на кого-то. Мне просто кажется, что тут вопрос не надо сужать только до Солидарности и Левого фронта, которые все время проводят митинги. Они проводили эти митинги и месяц назад. Левый фронт проводил на Триумфальной площади каждый вторник. Поэтому упрекнуть их в том, что они собирались и 10-го числа нельзя. Они каждый вторник как-то на работу ходят на митинг. Но для них, конечно, огромный сюрприз, то, что на их митинг, где они ждали 300 человек, записалось в Фейсбуке 25 тысяч. И, конечно... Ну, из этого не следует, что все они придут. Абсолютно не следует. Но 25 тысяч... То есть, ну, трудно предположить, что это 25 каких-то фейковых людей, которые не существуют и проплачены только за... Конечно, вот там уже много людей. Это реально существующие люди, которые реально... Может быть, они не придут, но у них есть эмоция, что они чем-то недовольны, они готовы против чего-то протестовать или, наоборот, за что-то высказаться. Например, за честные выборы. Это очень позитивный тезис. Поэтому есть ощущение, что этот митинг, он не принадлежит солидарности. Может быть, и не принадлежит левому фронту. И, может быть, не нужно задаваться вопросом, ну, то есть, не только вопросом задаваться, в чем выгода солидарности, но и в чем выгода вот этих людей. И вообще, ищут ли они какую-то выгоду. Знаете, вы справедливо... Вместо того, чтобы пойти в парк, куда вы их посылаете, они собираются пойти на площадь революции. Вы совершенно справедливо заметили, что люди руководствуются эмоциями. Всегда. Никто не обвиняет тысячи людей, которые хотят... И никто не ищет в их поступках выгоды. Они хотят... Многие из них побуждаемы самыми... На самом деле, самыми чистыми мотивами. Речь же идет не об этом. Я хочу задать простой вопрос, который, по-моему, еще никто не задал. Почему в финале митинга на чистых прудах санкционированного, который перерос в незаконное шествие, почему там звучит песня «Революция» и впоследствии, 10-го числа, проводится митинг на площади революции. Такие сочетания очень редки. Я уверяю вас, здесь есть... Здесь есть определенная и очень, так сказать, мотивированная игра. Может быть, соборную могли бы предложить? Это мотивированная игра, заранее продуманная. Я просто предлагаю не путать людей, которые искренне верят в то, во что им предлагают верить, и людей, которые ведут вполне определенную, как вы сами сказали, регулярную работу по дестабилизации политической ситуации в стране. Они не получат никакой, вроде бы, политической выгоды. Солидарность, там, левый фронт и так далее. Я закончу просто мысль. Они не получат никакой выборы, вроде бы. Потому что даже если они делегитимизируют выборы, даже если они добьются их отмены, они же не будут принимать их участие. В чем их интерес? Я, как политолог и как человек информированный, не верю в разглагольствование о, так сказать, общечеловеческих ценностях. Надо выявлять интерес и понимать, как этот интерес конкретно работает в той или иной организации. Кто за этим стоит? Зачем они эти проводят? Чего они хотят добиться? Чего они хотят добиться? Проведение честных выборов. Это тезис для экзальтированных людей, для людей эмоциональных и людей экстатических. Слушайте, вот сидит человек, вот сидит человек. Он, кстати, очень здравомыслящая вещь. За честные выборы больше ничего. Я, по-моему, про свой интерес конкретно рассказал. Значит, если есть честные выборы, они... Можно же, я не могу этот бред слушать, который происходит. Хватит бреда Чурова, что ролики за американские деньги сняты. Вот его не было. Я у себя в блоге повесил ссылку. А вы читаете, они где сняты, эти ролики? Все они подлинно вычитаете? В Подмосковье я повесил свою почту и сказал, присылайте ролики. Мне представляют десятки роликов. Я специально вам пришлю. Это не американские деньги. Откуда вы знаете? Вы их проверяли все? Послушайте, если там идет съемка, комиссия, да, сидит комиссия избирательная, да, это ананаскоперативная квартира, это реальная комиссия, это люди узнаваемые, да. Приходят люди без... Вот я просто пришлю эти ролики и дождю пришлю. И вы посмотрите все. Дворец, вы пришлите лучше прокуратуру. Это нужно проверять в установленном законном порядке. Вот эти выражения, да, значит, вот нету никаких там... И опять же, вот это выражение меня потрясло. Политолог говорит, я везде вижу какой-то интерес, не может быть, что были за честные выборы. Я видел тысячи людей, которые говорят про честные выборы. Может, ничего. И последнее, можно реплика. Я пусть изучаю. Вот это не на американские деньги сделано. Вот это распечатка с газвыбора, да, вот это распечатка с газвыбора, а вот это заверенной комиссией протокол. Слушайте, о том, что солидарность... У меня просьба, можно вот сравнить цифры и потом сказать, как это... У вас есть такой... По поводу американских денег. О том, что солидарность взаимодействовала с голосом, который получает финансирование из-за рубежа, заявляла сама руководитель голоса, госпожа Шапанова. Можно такое очки? Гранд Европейской комиссии, это совершенно... Нет, там еще и деньги, и среди. Нет, дело в том, что она... Причем тут деньги? Это, вот это, они принесли. Она заявила прямо, активисты, сказала она... Дмитрий, давайте, мы не будем смешивать зарубежное финансирование. Она сказала, в наблюдении участвуют активисты Парнаса и Солидарности. В наблюдении, которые финансируются на американские деньги. Ну что вы? Дмитрий, давайте, мы не будем... Она сама потом... Дмитрий, Дмитрий, простите, я здесь ведущий. Пожалуйста, мы в прямом эфире, поэтому одновременно говорить здесь нельзя. Тут может говорить один человек, и если начинает ведущий, давайте, вы будете ему уступать. Это правда. Я бы хотела Дмитрию задать очень такой простой вопрос. Смотрите, давайте не будем обсуждать, что там хотят какие-то движения, откуда они получают деньги, что они хотят доказать и получить, приходя в субботу на эту площадь. Что делать простым людям, которые пришли, проголосовали за конкретную партию, поняли, что была фальсификация, там их друзья-наблюдатели, или они сами-наблюдатели, они возмущены, они не хотят свергать режим, они хотят, чтобы все было по-честному. Что им делать, если не приходить в субботу или в какой-либо субботу? У меня здесь есть очень простой совет. Каждое из таких фактов нужно выявлять. Идти с ним в установленные законом органы, в прокуратуру. Да, это мы сделали. В прокуратуру, в избирательную комиссию, регистрировать, и по каждому факту разбираться. Законность выборов и легитимность системы определяется не на митинги, неважно, проплачен он из Вашингтона или, так сказать, деньги найдены здесь. Легитимность и законность выборов определяется в суде путем длительных, серьезных решений. Если факты, как считает кто-то, системно, так сказать, свидетельствуют о том, что системные нарушения, массовые нарушения, тем более их нужно собрать, систематизировать, доказать связь между ними и спокойно в суде отстаивать. Как это, кстати, делают? Нет, неправда. КПРФ и Яблоко регулярно это делают и оспаривают проблемы, так сказать, доказывают, и доказывают, там, незаконность некоторых решений, там, избиркомов или властей, и на территориях на конкретных, и в избирательных участках. Эта система работает. Другое дело, что если кто-то хочет не, чтобы такая система работала, а чтобы, не оспаривая ничего, вынести приговор, на митинги вынести, и дестабилизировать систему. А Чуров не выносит приговор, когда говорит, что... Мне кажется, что Владимир Евгеньевич тоже поторопился. Вот все эти свидетельства нужно изучить, прежде чем говорить, где они там были сняты. Каждый посмотреть, кто обратился, так сказать, насколько релевантно это обращение, насколько законно... Нет, ну а что, что вы смеете? Ну что вы смеете? Ну давайте мы вам все пришлем, вы скажете, у меня там пачка незаконных... Борис, извините, у нас есть по телефону звонок от зрителя, который хочет задать вопрос. Зрителя зовут Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Морализован полностью. У нас... Стоять слышно, зрители? Алло, алло, добрый вечер, меня слышно? Да. Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, гости. Я являюсь гражданином Российской Федерации, мне 28 лет. Я живу в Москве, представитель малого бизнеса. Моя позиция такова. Меня никто не подстрекает, если 10-го числа на Болотную площадь или на другую площадь, я иду выражать свою гражданскую позицию. В данный момент у меня сейчас идут 4 суда. Я знаю отношения нашей судебной системы, нашей страны. 4 суда вы что имеете в виду? Что? Что вы имеете в виду 4 суда? Ну, так сложилось, что сейчас в жизни у меня идут 4 суда. И у меня есть взгляд, как происходит у нас судебная система, как она построена и как происходят суды. Поэтому давайте, пожалуйста, мы не будем говорить про судебную систему в нашей стране и про легитимность выборов и про решение вопроса выборов в судах. К сожалению, в нашей стране это невозможно. Я буквально секунду говорю. Я против подстрекательства. Я против того, что будут провокаторы, которые будут настраивать молодежь, идти на какие-то шествия и создавать какие-то провокации. Но также я хочу сказать, та ситуация в стране, которая у нас сейчас есть, она непростая. Нам нужна власть, которой люди будут верить. Но за те 8 лет, которые Единая Россия была, она показала, что есть недоверие людей. Есть фальсификация выборов. Это факт. Но этот факт нужно доказывать в каком-то правовом поле. Но весь абсурд заключается в том, что правового поля у нас нет, где мы можем это доказать. Дмитрий, это вопрос или реплика? Это реплика. Я 10 числа иду доказывать свою гражданскую позицию. Мирно мы будем стоять, без каких-то призывов, и доказывать свою гражданскую позицию. В том, что мы будем за честные выборы, за честные и справедливые выборы. Спасибо, Дмитрий. И таких у меня. Ну вот, я не знаю, есть у вас желание как-то проявить? Ну, понимаете, как говорил товарищ Ставец, других писателей у нас для вас нет. Суд такой. И, так сказать, в том числе роль гражданского общества в том, чтобы улучшать деятельность судебной системы. Ну а как? Ну давайте произволом все решать. Вот смотрите, на моем, ну так нескромно засчитывая, в моем конкретном случае, ну я что должен на следующий день, я сейчас никого не оправдываю, я видел лично правонарушение, как мне кажется. Я поэтому его снял, и поэтому обратился в выполнение. Следственный комитет, конечно. Да, и все. Я буду действительно продолжать, там, следить за ходом следствия, насколько это возможно. Не следить, а обращаться, спрашивать, как там дела, сотрудничать. Вот. Но я же не кричу в этот же день или на следующий, почему не сидит вот этот человек? Или почему его послезавтра не посадили? Я, чуть-чуть поработав там, ну я юридические аспекты там немножко понимаю, вообще понимаю, как все это устроено, но нельзя же посадить человека завтра. Должна быть доказательная база. И если ее найдут следственные органы, если они признают, что доказательств достаточно, там будут свидетели опрашивать, допрашивать, проводить экспертизу видеозаписи. То же самое про выборы. Вы отрицательно относитесь к призыву лидера той партии, от которого вам пришлось быть, Григорий Юлицкого, который заявил вот в блоге своем, разместил сегодня видеообращение, итоги выборов надо отменить. Нет, я не говорю, что их надо отменить. Я не могу сказать, надо их отменить или не надо отменить. По-моему, смотрите, очень важно сказать, на моем участке эти данные можно проверить в интернете или где угодно. Можно вставить слово специалист. Есть данные, там ничего на моем участке не фальсифицировано. Есть вот случаи, которые Борис показывает. Специалисты отменивают? Да, есть, извините, извините, можно я закончу? Давайте, кто расскажет на особо. И я считаю, что в данный момент время лидеров этих партий, вот они пускай занимаются этим самым, есть процедура, но не могут же сразу отменить выборы. Их можно сразу отменить? Кто их может отменить? Никто. Кто может написать закон? Считаю, недействительным. Командир выборов? Кто может отменить? Ну, Верховный суд, как можно? Верховный суд, как можно? Давайте, давайте. Нам просто, нам надо время дать. Неделя, две, три. Спасибо, Егор, давайте. А потом, если уже это будет, тогда уже будет, несколько месяцев. Да ладно, несколько месяцев. Смотрите, значит, я многократно отменял выборы и признавал их недействительными в своей Московской области. В частности, в 2007 году мы доказали нарушение на трех участках, и председатели этих комиссий участковых были наказаны. Они обошлись штрафом денежным, но был суд, было следствие и так далее. Это одна история, когда их три на один город. Хорошо. А на суде исключение? Почему я сейчас возмущен? Конечно, все это, вот все вот эти кучи протоколов мы уже передаем и в прокуратуру, и в Следственный комитет, точнее, сейчас они, это их последствия. Мы все передадим в Следственный комитет. А просто же в другом. Раньше, когда я видел три протокола на город, фальсифицированных, да, я занимался судами и так далее. Но когда я увидел масштабы, вот в конкретном городе Истра, Московской области, где все участки вот такие, вот после этого я прекрасно понимаю настроение людей. Потому что там нули стоят, скажем, у моей партии и так далее. Здесь люди, которые голосовали за эту партию. И у Яблока то же самое. И вот в этой ситуации уже в суды я пойду. Но в этой ситуации, надо ясно понимать, тысячи людей чувствуют себя обманутыми. Тысячи людей чувствуют себя обманутыми. И я считаю, что это их право мирно, без оружия, санкций, властей выходить в любом количестве, на любую площадь, в любом городе. Дмитрий, у меня последний вам вопрос для буквально короткого ответа, если можете как политологу. Как вы думаете, какие выводы делают для себя представители власти сейчас из вот этих, из митингов, которые прошли в начале недели? И какие вообще сейчас настроения, как можно интерпретировать заявления Путина? Они жестко настроены на то, чтобы пресечь все выступления или как? Мне кажется, что действия власти не свидетельствуют о жесткости. Митинг на Чиструдах проводился корректно. Я смотрел видеозаписи. Полиция себя адекватно вела до момента, пока он не перешел в незаявленное и незаконное шествие. После этого только полиция достала действовать жестко. Мне кажется, Путин дал очень жесткий месседж представителям правоохранительных органов и его обществу, кстати. Он сказал, пока акция проходит в рамках закона, ей никто не будет препятствовать. Как только она выходит за флажки, значит, будут действовать максимально жестко. Мне кажется, это очень естественная, логичная и ожидаемая позиция. И, кстати, я думаю, что организаторы этих митингов, они должны идти навстречу властям в тех разумных предложениях, которые им адресуются в связи с переменной места. Потому что, если действительно угрожает что-то людям или движению транспорта, или прибыли магазинов, извините, половина магазинов закрылась на Чистых Плевах и в центре города. Как сколько там люди потеряли прибыль, никто это не считал, между прочим. А надо посчитать. И в чине тиск организаторам этого самого шествия. Но не важно. Не любят. Да, значит, нужно... Ну и не скрывай. Нет, нужно это все считать, понимаете. И лучше, разумнее всего, мне кажется, выбрать места, Болотная площадь, либо набережная Шевченко, где протест можно будет спокойно выражать, без конфликта с властями, без агрессии. Мне кажется, что право на протест на свои пять минут протеста, или там два часа протеста, так сказать, имеет каждый. Но и при этом надо понимать, все-таки протестная среда, да, вот эти вот интернет-аузитория, благосфера, это... Накрученные люди, я смотрю, все спокойные, они накрученные. Это, да, во-первых, люди специфические, экзальтированные, эмоциональные, как вы справедливо сказали. А во-вторых, возможно, это обидно для кого-то прозвучит, но это социологически вообще незначимая группа. Это всего несколько сот тысяч человек по всей стране. Так что... Да тьфу, какие-то сто тысячи. Нет, тьфу, не надо тьфу. Нужно их слушать и слышать, но не надо слушать диктат. Спасибо вам за этот разговор. Мы благодарим наших гостей. Какие-то сто тысячи, каких-то экзальтированных. Политолог и глава организации «Честный выбор» Дмитрий Орлов, член Политсовета правого дела Борис Надеждин и предприниматель Егор Дуда. Мы прорвемся на небольшую рекламу. Но свободно. Продолжение следует...